Илья Поляков Елена Илья, здравствуйте! Поводом для нашей встречи стала выставка, которая недавно открылась в Одесском художественном музее в Лабиринтах Времени. Это выставка из фондов. Это событие, скажем так, нечастое, поэтому оно привлекает много внимания людей не только на открытие, которое традиционно приходит, но и в принципе одесситы, наверное, сейчас постоянно приходят знакомиться с тем, что, собственно, выставлено. А вот какова была концепция, что хотелось показать в рамках этой выставки? — Нужно сказать, дорогие друзья, что мы стараемся хотя бы раз в год делать, пусть небольшую, посвященную юбилею автора или, например, какой-то тематике узкой, выставку из фондов. Ну, действительно, это не звучит так вот, как, возможно, того стоило. — То есть, когда звучит выставка из фондов, скажем так, ну, достали самое лучшее. — Самое-самое лучшее. А эта выставка, она именно тематическая, это действительно произведение, которое только из фондов, и связывает их еще то, что каждое из этих произведений, их там 53, 24 иконописных и 29 живописных произведений, связывает этих произведений то, что каждое из них в свое время прошли реставрационный процесс. Самый ранний реставрационный процесс произведения у нас на выставке — это 70-е годы XX века. Тогда это была работа реставраторов Киевского реставрационного центра. А самое позднее — это 2015 год. Это возможность проследить, как музей участвовал в том, чтобы постепенно, поэтапно готовить все больше и больше работ к тому экспозиционному виду, чтобы в конце концов, спустя длительное время, показать единым тематическим комплексом. Самая ранняя хронологическая работа, которая представлена на выставке, — это 17 век, икона 17 века, а самый высокий хронологический предел — это 20-30 годы XX века. И концепция была какая? Показать красиво, показать разножанрово, там есть и натюрморты, и пейзажи, и портреты, есть разные образные стилистические строи произведения. Поэтому каждый посетитель должен найти нечто, что проведет его этим лабиринтом времени истории судьбы произведения, истории биографии художников и, конечно, реставрационным процессом. Вот раз уже реставрационный процесс, я так понимаю, он является основным фокусом, вокруг которого собирались экспонаты выставки. Илья, собственно, насколько действительно были повреждены, если можно сказать, экспонаты, и, собственно, какова была функция реставраторов — восстановить исходную идею художника или хотя бы законсервировать то, что есть? Да, я хочу сказать, что на выставке представлена работа реставраторов, то есть каждое произведение, которое на выставке присутствует, оно, как сказала Елена, прошло различные реставрационные процессы, в которых принимали участие специалисты из Львовского центра, из Киевского центра и из Одесского. Разрушения, которые присутствовали на этих произведениях, очень различные, но и чем древнее произведение, и чем хуже его было условие хранения до того, как оно попало в музей, очень сильно повлияло на состояние сохранности. Там есть иконы, которые, например, попали, где-то были в пожаре, они были до того, как попали в реставрацию, в таких на более чем на 50% покрыты такими пузырями, которые появились от воздействия температур. Есть произведения масляной живописи на холстах, которые хранились вот свернуты в конверт долгое время, там появились жесткие изломы в связи с этим осыпь и красочного слоя, и разной степени загрязнения, разного количества в процентном отношении утрат. А вот ваша функция в этой ситуации какая? По возможности восстановить, а там, где, например, вообще не видно, что было изначально, как там восстанавливается? Есть же, наверное, такие участки, где стерто до дыр. Да, есть, ну, то есть в данном конкретном случае в этих произведениях не было такой ситуации, чтобы отсутствовало там изображение настолько, чтобы его невозможно было разобрать, то есть это, ну, максимально там до, может быть, 40, там на некоторых произведениях процентов утрат, и то это же бывают не сплошные утраты, а имеется в виду мелкие, но по всей поверхности, да, вот такие вещи. Задача музейной реставрации, конечно, это максимально сохранить произведение в том виде, в котором оно дошло до наших дней. То есть вы не дорисовываете ничего отсюда? Нет, 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 нет. Профессиональная реставрация музейная заключается в том, чтобы только выполнить консервационные работы. Сохранить. Вообще, ну, в любом случае, то есть я понимаю, что произведения там 16-го, 17-го века, вот они попадают вам в руки, но, наверное, это огромная история. История проносится перед глазами, вот, ну, наверное, исходя из этих повреждений, вот, что для каждого из вас было самым таким запоминающимся, вот, из тех работ, которые приходилось держать в руках? Да, я тогда отвечу. Вот та икона, которая датируется 17-м веком, она называется «Святцы на сентябрь». Эту икону как раз реставрировал я в 2004-2014 году. И, ну, безусловно, это произведение по качеству письма сразу говорит само за себя. Да, и отношение было настолько трепетным, что реставрация была достаточно длительная, она заняла полтора года. Бывает, что страшно касаться. Происходило в момент удаления загрязнений, расчисток исключительно под микроскопом, то есть так, чтобы не затронуть столь давнего автора. Елена, а у вас, я так понимаю, что в любом случае, то есть все эти работы приходилось вот брать в руки, и действительно, вы занимаетесь еще, собственно, вот историей этих произведений, каким образом они попали к вам, вот, что больше всего запомнилось? Ну, вы знаете, вот сказать, что что-то выделяется особенно, они настолько, каждая сама по себе интересны, индивидуальны. То есть у каждого экспоната своя история. Есть экспонаты, которые мы знаем только автора, мы знаем год написания этого произведения и видим само произведение. И никакой больше нагрузки документальной, вплоть до того, что мы точно знаем, что он попал, это произведение, к нам в музей, там, не позднее 45-го года. Есть само произведение, кроме автора года в создании самого произведения. Но наша работа как раз и заключается в том, чтобы максимально поднять эти пласты, чтобы проследить, кто же был этот художник, почему он писал этот портрет или этот пейзаж или этот натюрморт, какой сложный путь или счастливый путь. Это не всегда все печально, иногда бывает это очень радостно, очень торжественно, как, например, портреты Читы Толстых, которые были написаны Николаем Дмитриевичем Кузнецовым. Не всегда все печально, но мы должны знать достоверно, когда, при каких условиях было написано, когда, куда было передано, что было куплено, что было продано, что могло быть утрачено, если бы в свое время случайно не нашли. Вот один из пейзажев Дворникова, который, как рассказывала слома даритель, это Лариса Малышева, она увидела этот пейзаж возле одной из бочек с капустой, рассказывая Инна Аркадьевна Русина, заведующая Одесским филиалом. И она была просто поражена, она взяла эту работу, подарила музей, и мы сразу ее передали в реставрационные мастерские. Бывает так, что работы приходят к нам в музей, и они не в очень плохом состоянии, они в нормальном состоянии, они живут у нас, мы сохраняем их, у нас есть соответствующие условия, мы понимаем, как к ним нужно относиться трепетно. И поэтому они проходят процесс реставрации, там, спустя 60 лет, например. Вот так что все очень индивидуально, все очень разнообразно, и вот в этом-то как раз и ценность, что каждое из этих произведений настолько самодостаточное, что никакого стандарта прописанного, есть общее правило понимания значимости и ценности этого произведения. И того, что мы максимально должны заполнить все, что связано с историей бытования этого произведения, и максимально достоверно донести эстетическую ценность произведения и, конечно же, историю бытования. Потому что это неразрывно связано с историей страны, с историей города, с историей художественной среды. И я так понимаю, что в процессе реставрации на сегодняшний день возможностей много, наверное. То есть современные материалы, современные микроскопы позволяют, там, радиоугородный анализ, не знаю, делается, не делается. Ну, действительно, то есть очень много возможностей, но на самом деле, что из них доступно вам, реставраторам, на сегодняшний день? Да, действительно, техника в связи с тем, что шагнуло вперед, то приборные исследования и уровень приспособлений для этого сейчас большой и выбор широкий. Но непосредственно в уже технической реставрации над каждым произведением все-таки мы придерживаемся традиционного применения материалов, во-первых, обратимых, таких, с которыми мог бы работать в дальнейшем реставратор. Потому что в любом случае любое произведение, которое уже побывало в реставрации, оно будет требовать наблюдения в дальнейшем. И реставраторы других поколений должны будут иметь возможность с этими материалами работать. Да, хотя, конечно, ну, так как не стоит жизнь на месте, мы применяем и современные материалы. Но, опять же, среди современных материалов также существуют материалы, у которых есть обратимые возможности, то есть они проходят... А инструментарий, то есть нужен ли вот инструментарий какой-то вот действительно специализированный для того, чтобы восстанавливать это? То есть, ну, понятно, что не только кистями и красками работа из реставратора пограничивается. Да, безусловно, как говорится, печаль в нашей индустрии, нашей страны такова, что нет фирм, производящих инструментов непосредственно для реставраторов. Вот недавно микроскоп, кстати, вот приобретенный, это не отечественного производства? Это микроскоп, и этот микроскоп, собственно, в реставрации так повелось изначально, с момента зарождения этого вида деятельности профессионального, что инструмент привлекался из других сфер, в частности, очень много медицинского инструмента используется реставраторами. Это скальпеля, это зонды, это, ну, и прочие другие, это увеличительные стекла, это посуда вот с претирными пробочками, стеклянная и керамическая. Что касается микроскопов, это тоже то, что приходит из лабораторий медицинских, только переоборудовано для реставрационных целей. Вот, в частности, тот микроскоп, о котором вы упомянули, по сути, это мощный бинокулярный микроскоп, только он поставлен на штатив достаточно большой, который позволяет его перемещать над произведением, не касаясь произведения. Ну, в любом случае, действительно, этот процесс очень интересный. Ну, а что касается концепции выставки, возвращаясь к ней, то есть, правильно ли я понимаю, что у человека, который приходит на эту выставку, ну, так вот проносится время перед глазами, то есть, начиная с 17-го до 20-го века, какого характера живопись, то есть, каким-то образом объединяли ее там по, там, возможно, по сюжетам, по, то есть, как-то по залам разносили, как формировали саму экспозицию? У нас выставочное пространство временных выставок, оно складывается с трех залов. Один очень большой зал с прекрасным плафонным потолком, и два чуть поменьше. И мы когда продумывали, самое главное, что хочется сказать, что выставка очень красива по цвету. Вот самое важное, что есть в искусстве, это вот умение чувствовать, сочетать, передавать и так, чтобы каждая работа рядом с другой. Чтобы они дополняли друг друга, чтобы они не мешали, чтобы дополняли, да, чтобы это была сама выставка, это как произведение искусства. Еще в нашей выставке была особенность такова, что нам обязательно нужно было показать рядом с каждым из произведений такую текстуальную сопровождающую. Там, в этих аннотациях отражается год реставрации, конечно, это текст с обычной этикетки, которая всегда на выставках, и обязательно вот этот вот составляющий реставрационного процесса. И там, где у нас была возможность широко пользоваться архивами, мы дополнили это, благодаря вот в том числе и нашим коллегам с Одесского филиала, и Киевского, и Львовского филиала, дополнили историческим материалом. Что очень важно, какой же работа была до того, как она пришла к реставратору. Выставка очень интересна тем, что она показывает работы из фондов, то есть те работы, которые зритель не может видеть регулярно, и тот зритель, который интересуется искусством вообще. А данная конкретная выставка еще может заинтересовать людей, которые интересуются процессом реставрации, потому что вот на этих сопроводительных листах представлен фоторяд и подробный в некоторых случаях, где мы можем видеть произведения до реставрации, в процессе реставрации, даже несколько вариантов. Плюс текстовое сообщение рассказывает о том состоянии сохранности, в котором было произведение, а в каталоге к этой выставке перечислены процессы, которыми подвергались произведения в процессе реставрации, указаны имена реставраторов, их должности, потому что реставраторы, как правило, в музеях мы не видим их имен, хотя в некоторых музеях применяется такая практика. Хотя на самом деле это тоже искусство. Да, да, а на этой выставке это вот тоже такой очень интересный аспект, интересная грамма. То есть в разрезе процессов реставрации, ну и в завершении беседы, как вы считаете, с какими выставками уже состоялась, люди приходят, с какими мыслями они уходят оттуда? Чтобы еще раз вернуться. Я сейчас ухожу. Мне очень хочется, чтобы зритель после того, как вышел с музея, он сказал себе, обязательно еще вернусь на эту выставку и обязательно вернусь еще в музей. И это очень важно. Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу. Я поздравляю вас еще раз с открытием этой важной, очень интересной, яркой выставки. Она действительно событием стала в нашем музейном деле нашего города. И я желаю вам новых выставок и новых интересных работ. Спасибо большое за приглашение. И напомню, что в гостях у нас были заведующие отделом искусства 16-го, начало 20-го веков Одесского художественного музея Елена Жулицкая и художник-реставратор темперной живописи Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Илья Поляков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok